Аграрии Жамбылской области начали посевную в январе. Сейчас они заняты посадкой семян. По тину атакой они были вынуждены. Главная причина – дефицит воды. По их словам, вот уже который год они не могут пользоваться водой из реки Осам, которая протекает неподалеку. Хоть и говорилось об этом не раз, старый канал, признанный непригодным для орошения, так и не очищен. Подробности в материале Адильхана Сахаре. Январь – самая середина зимы, а на полях работает сельхозтехника. Местные аграрии решили воспользоваться аномальным теплом этой зимы. Посевная началась, конечно же, преждевременно. Но у сельчан нет другого выбора. Погода стоит отличная. Влажность земли в пределах нормы. У нас здесь около 150 гектаров. Думаем закончить посев ячменя за 4-5 дней. То, что сейчас посеем, весной хорошо поднимется. Конечно, если бы была вода, если бы была возможность, мы бы начали посевную в положенные сроки. Но у нас нет поливной воды. Поэтому вынуждены сеять с надеждой на влажность самой земли и на дожди. Вода на самом деле есть. Неподалеку протекает оса. Если повернуть русло реки, то появится возможность орошать больше 500 гектаров земли. Крестьяне бьются за эту идею уже 5 лет. Но у местных властей на это ответ один. Ремонт канала нецелесообразен, поскольку рядом нет орошаемых земель. Если установить на реке шлюз, будет готовый канал. Не нужно даже задействовать никакой техники. Но за все это время я так и не смогла достучаться до местных властей. Доказать им выгодность этого проекта. Предложение это мы получали. Есть письмо, в котором просят соорудить шлюз на канале Султан. Мы его направили Акиму области. А оттуда пришло письмо о нецелесообразности этого проекта. Коллектив Толстараусского сельского округа решил привлечь инвестора. Ремонтные работы на канале уже ведутся. В этом году сельчаны намерены посадить ячмень на 250 гектарах и софлор на 50 гектарах. Наш проект, конечно, рискованный. Это земля, которая не возделывалась 15-20 лет. Планируем орошаемую площадь довести до 1000 гектаров. На осень хотим подготовить 500 гектаров. В целом, в Жамбылском районе подзерновые и зернобобовые культуры планируют отвезти более 13 тысяч гектаров. Полевые работы уже начались. Однако у специалистов районного Акимата на этот счет больше опасений, чем надежд. Арки Абдуалиева, Тимур Силхан, Хабар, 24, Жамбылская область.